А я хочу передать сейчас слово Иосифу Зиновичу Аронову, который является нашим профессором, доктором технических наук, любимым преподавателем, насколько я знаю, просто студентов. Иосиф Зинович, вы нас слышите? Слышу, а вы меня слышите? Мы вас не только слышим, мы вас еще и видим. Иосиф Зинович, у нас, конечно, такой тайминг, вы знаете, да, что подходит там час и сразу все устают в онлайне. Я учту. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие абитуриенты. Мне очень приятно видеть среди вас моих студентов, отличников. И я очень надеюсь, что в следующем учебном году я вас увижу тоже среди своих студентов. Что хотел бы сказать. Сегодня вам предстоит очень интересный выбор. Выбор новой магистерской программы, экосистемы международной торговли. И в рамках этой программы вам предстоит узнать очень много нового о цифровизации, о цифровой торговле, о чем уже говорили предыдущие спикеры. Но я вам хочу напомнить, дорогие друзья, что слова из Евангелия, да, когда Христос сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. Так вот, перефразируя его слова, я хочу сказать, не человек для цифры, а цифра для человека. Поэтому мы с вами будем говорить о человеческих отношениях, прежде всего, вот в моем курсе управления качеством и анализа рисков в условиях турбулентности экономики. Хочу напомнить, что любая трансформация бизнеса – это трансформация человеческих отношений. А менеджмент качества как раз про такую трансформацию, про лидерство, про мотивацию, про взаимодействие с поставщиками и так далее. Сегодня бизнес-аналитики нам говорят, что цифровой мир предстанет таким образом, что все работающие в организации будут разделены на две группы. Это группа так называемых технорей, которые будут обслуживать искусственный интеллект. И более редкая, более, ну что ли, глубокая группа – это люди более харизматичные, более креативные, более новаторские. И именно они возглавляют процесс изменений в компаниях. И надо помнить, что роботы, искусственный интеллект и так далее не могут принимать решения в нестандартных, в нетиповых ситуациях. А приходится с сожалением констатировать, что турбулентность в экономике нам все время будет подбрасывать в вот такие, скажем, нестандартные ситуации. Достаточно вспомнить случай в Суэцком канале, о чем уже сказала госпожа Сомеров. Поэтому на первый план вот в этой ситуации будут выходить такие компетенции, как командная работа и сотрудничество, умение решать проблемы, критическое системное мышление и так далее. Эти компетенции будут нарабатываться в процессе вот этого курса лекций, которые будут читаться в рамках экосистемы международной торговли. Ну и дело на самом деле за малым. Принять верное решение и в путь. Путь за новыми знаниями и до встречи на новой магистровской программе. Да, в путь, дорогие друзья. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...